сегодня мы говорим с вами о татарском агитплакате и вот именно эта тема нас заинтересовала и подхватила и мы в общем-то ее собираемся вывести и показать ну если уж не всему миру то части европейской стран это точно в 1918 году в москве в августе месяце вышел первый советский плакат казань не оставалась стороне так будучи мощным культурным центром где-то уже осенью 1918 года первый плакат появился и в казани надо отметить что казань была таким центром готовым к производству вот именно вот таких вот таких плакатов дело в том что в казани располагались мощные типографии которые печатали для скажем народа продукцию которая в общем-то издавалась такими тиражами которые не уступали московским типографиям то есть была сильная такая база и плюс к этому еще были национальные издательства которые печатали продукцию для татароговорящего населения республики также для всего востока и в общем-то не было таких особых проблем наладить производство вот этих плакатов плюс еще надо отметить что в казани было такое интересное явление как казанская художественная школа которую руководил художник по фамилии фешин все конечно знают и большая плеяда молодых учеников его которые стали впоследствии очень известными людьми они начинали вот эту свою работу спуток в том числе с агитационных татарских плакатов ну мы конечно же на нашей выставке покажем не все что было издано тогда какие-то фрагменты и самые такие интересные произведения когда говорят о татарском плакате можно смело назвать фамилию дени ну денисов на самом деле но вот псевдоним дени конечно многим известен и не надо забывать что из казани в общем-то получив первое свое образование художественное вышел и александр ротченко в основе первых плакатов в том числе лежала так называемая техника изготовления вот такого продукта как шамаиль очень приятно что мэр парижа как-то посетили посетила наш музей анны дальго позитивная очень женщина которая который эту тему заинтересовала мы не мы не случайно выбрали именно вот эту плакатную тему потому что и мы видели ее реакцию вот именно на такое национальное нашего пролетарское искусство это действительно интересно и она сказала что у нас париже есть все кроме вот этого поэтому в общем мы так сейчас окрыленные вот такой мыслью что это действительно интересно это ждут мы в общем отправляем это туда ну конечно давайте посмотрим сюжеты которые здесь это такое явление как татарский клуб в первые годы советской власти очень важно было идеологическая работа и в общем руководители страны не жалели на это ни сил ни средств и по всему повсеместно стране советов начали появляться рабочие клубы татарстане стали появляться татарские клубы обратите внимание здесь вот все ясно и четко и понятно это предназначалось в том числе для неграмотных людей здесь мы с вами видим жители деревни или поселка может быть даже и города собрались каждый занят чтением какой-то определенной литературы литература еще на арабском языке но уже плакат обратите внимание это уже здесь латиница то есть здесь уже мы видим новое влияние это латиница как подразумевалось как международный язык мусульманских свободных народов и поэтому собственно начале в начальном на начальном периоде очень много внимания уделяли переходу с арабского на латиницу здесь мы видим плакат нарисованный детям дети будьте осторожны берегитесь трамвая то есть очень просто понятно и абсолютно бытовые жизненные символы то есть назовем это направление такое вот соцкульт быт соцкульт быт на плакатах ну конечно же тема голода она никогда не обходилась никогда ее не оставляли без внимания здесь мы с вами видим плакат все на помощь голодающим на помощь братьям татарской республики и причем это мы видим здесь надпись на русском и на татарском арабским шрифтом то есть это еще идет арабский шрифт то есть это более ранний плакат вот здесь данном случае не совсем наверное будет понятно современному зрителю о чем здесь идет речь где написано крикки крепи ряды мопра сразу скажу что на самом деле мопр это международ международная организация помощи рабочему классу помощи рабочим в данном случае мы видим плакат который на двух языках собственно говоря составлен это лати это арабскими буквами арабским алфавитом татарский язык и по-русски женщина татарка вступай в ряды всех тружениц советской россии об руку с русскими пролетарками ты разобьешь последние оковы обратите внимание мы видим на заднем плане это казанский кремль а это дымит дымит фабрика лафузова талафузовская фабрика и в общем как раз большая часть женщин трудились там и получали небольшую зарплату но в общем то были абсолютно бесправными и вот здесь вот плакат предлагает поменять ситуацию здесь же мы видим с вами то также плакат на двух языках на татарском арабским шрифтом и русском да здравствуй татарская советская социалистическая республика много много букв все это сокращено для того чтобы уменьшить количество текста в единении трудящихся крепости мощь тат республики дальше только советская власть ведет пролетарий востока и запада к освобождению на двух языках татарский арабским шрифтом русский язык естественно кириллицей и вот этот плакат как раз был изготовлен не только для татарского населения но и для всего востока ну здесь данном случае просто призывы как скажем ну что-то касается вопросов сам гигиены здоровья бабка калечит твое здоровье это призыв не обращаться скажем бабки а не квалифицирована просто ходить к врачу еще одна причина по которой мы считаем что западному зрителю будет интересна наша выставка дело в том что европейские люди собственно с удовольствием всегда смотрели газетно-журнальные карикатуры то есть это жанр давно возник очень хорошо он пультивировался во франции особенно и сейчас он очень популярен газетно-журнальная карикатура так вот предшественникам плакатов агитационных также была в том числе и газетно-журнальная карикатура российская которая активно была очень в конце 19 века начале 20 века и вот этом тоже вот это влияние можно найти но если продолжать продолжать говорить о плакатах были конечно же плакаты которые ну скажем были довольно редкими то есть темы которые там затрагивались собственно говоря они очень любопытны например здесь призыв к мусульманским мужчинам не препятствовать женщинам заниматься обучаться летному делу данном случае мы здесь видим что он обращается к ней и смет ты же жена мусульманина говорит он своей супруге тема агитационного плаката она очень очень тесно была с темой такой рекламы то есть вот реклама уже буквально она уже начинал поднимать голову и эти же художники собственно говоря ну делали так что то такое похожее на современную рекламу я думаю что это очень доступно понятно в данном случае мы с вами видим рекламу газеты красная татария даже малая часть показанного сегодня вам позволяет говорить о татарском агитационном плакате как об уникальном явлении художественном явлении которая стала таким целым пластом в мировом художественном наследии которое было рождено именно на территории советского союза то есть вот это именно страница которую очень интересно исследовать интересно показывать и самое главное это интересно что все это вот идет из казани ну во весь мир у вас еще может быть insistите посмотрим Продолжение следует...